Представьтесь, пожалуйста. Михаил, меня зовут. Я из города Петросоцка, из Карелии. Считаю, что на меня воздействует автоном оружием, и на протяжении последних полутора лет уже довольно, как называется, открытая фаза в жестком виде воздействует. Но сейчас раскручиваю в памяти то, что было раньше, и понимаю, что это длится уже на протяжении лет десяти воздействия со стороны психоактронных операторов. Насколько я могу наблюдать, эта ситуация происходит во всем мире. Родоначальница психоактронных технологий – это Россия и СССР. То есть исследования в этой сфере уже последние сто лет, наверное, даже больше ведутся. Но мир, к сожалению, пока о них не знает, потому что вся эта информация засекречена. Но, тем не менее, есть научные исследования, и уже, как показывает практика, вполне реальные реализации в аппаратном выражении. То, что я на данный момент понимаю, то, что наш мир пришел к тому моменту, что нас всех пытаются поставить на психоактронный учет, как говорила Мила Арбузова. Не знаю, насколько это достоверная информация, то, что в 2025 году и в 2020 году в СССР должно быть поставлено на психоактронный учет. Что еще этот учет представляет? Существуют технологии при помощи компьютеров и специального вида электромагнитного излучения. Насколько я сейчас могу из тех источников, которые я изучил, понять – это скалярные волны. Их по-разному называют – торсионные, информационные волны. Ну, суть того, что это определенный вид электромагнитных волн, которые… Ну, то, что я говорил по ученой конференции в Бельгии, то, что над этими волнами еще работал Никола Тесла, ну, сто лет назад. То есть, он их открыл и потом как бы сжег свои все источники, изобретения и ничего не оставил. Ну, вот, как бы там ни было, то есть, наши спецслужбы, которым, безусловно, очень хочется контролировать всех и вся, они, как бы, последние сто лет занимались этими вопросами. И, ну, насколько я слышал, уже, там, в 70-е годы существовало аппараты, которые способны были, там, усыпить, там, город с населением, там, миллион человек на расстоянии 70 километров. Ну, дистанционно, электромагнитным способом. То есть, грубо говоря, как, с чем это можно сравнить? Ну, есть такая вот, как бы, теория, как йога, да, они говорят, что у человека, там, есть с чем чакр. И, грубо говоря, можно, наверное, частью такого какого-то аналога провести, что человек энергоинформационное существо. Мы не только состоим из плоти, крови, но всем этим управляет наш мозг, наши эмоции. И, как бы, наше сознание состоит из сознания и подсознания. То есть, сознание мы как-то можем контролировать, но это всего лишь верхушка айсберга. То есть, большую часть функций, которые мы, не задумываясь об этом, но они существуют, выполняют подсознание. При этом дыхание, моргание, там, все прочее, мы, ну, как бы, не пытаемся регулировать моргание. Думаю, я сейчас моргну. Нет, ну, происходит само собой, как бы, на подсознательном уровне. Вот эти замечательные, в кавычках, специалисты учились вторгаться в подсознание человека при помощи электромагнитных каких-то технологий. Я не специалист в электромагнитных технологиях, то есть, у меня сложно ожидать, прям, каких-то научных терминов, но, как бы, на опыте своей жизни, в опыте окружающих людей я вижу, что это реально так работает. И с развитием компьютерных технологий последние, там, двадцать лет компьютеры очень сильно преобразились. Можно сказать, что уменьшились, там, десятки, может быть, сотни раз. То есть, там, двадцать лет назад компьютер представлял себе комнату целую, то сейчас, вот, у меня в руках четырехъядерный телефон. Как бы, это еще не самый топовый, скажем так, образец. То есть, все гораздо легче управлять. И очень много компьютерных приложений, компьютерных программ. Вот, то, что сейчас происходит, это то, что на весь мир транслируется вот эта электромагнитная, скажем так, волна скалярная, при помощи которой, ну, вот эти аппараты, через эти аппараты люди получают доступ к подсознанию человека. И при помощи компьютерных уже приложений, как вот есть Photoshop, есть там, CorelDRAW, есть там, другие какие-то компьютерные программы, есть там, музыкальные программы. Вот точно также есть программы, которые позволяют управлять человеком, поведением человека. Я вот сейчас часто слышу в последнее время, там, про собачек, кошечек, значит, пытаются пристроить там собачек, кошечек и пишут там, животное, значит, там, стерилизовано, чипировано, не болеет ничего. Ну, то есть, животное, животному вживлен чип, и животное вполне себе, как бы, ничего с ним не случилось, оно не испытывает никакого дискомфорта. Точно также, как бы, почему бы мы считаем, что мы можем не быть чипированы, например. Я не знаю, конкретику технология как-то работает, есть теория, что, как бы, существуют чипы, есть. Может быть, это без чипов все происходит, наверное, как бы, без, может быть, как-то это все еще в далекие советские годы как-то внедрялось в виде прививок. Как бы, сложно сейчас сказать, но суть в том, что нами пытаются управлять, и есть специальные технологии, аппаратура и программное обеспечение, при помощи которых люди специально обученные управляют поведением человека, как бы, выступая в роли подсознания человеческого, в роли совести или так далее. Когда это все началось, у меня где-то полтора года назад, я сначала не мог понять, что происходит. Будучи верующим человеком, я вошел в церковь, то есть, пытался, то есть, там, бороться, думал, что там, бесовские какие-то атаки, там, еще что-то. Пластиться, молиться, там, как бы, ну, как бы, ничего не помогало. Вот, и я явно чувствовал, что на меня воздействует какой-то, как бы, определенный, вот, что человек, именно личность, которая в определенный момент, она, там, как бы, воздействовала на меня, в определенный момент и нет. Ну, это было все связано, как бы, там, с сексуальным каким-то воздействием через меня на других людей. То есть, такая, как бы, дистанционная, бесконтактная, скажем так, телепатическая сеть существует. Как мы сейчас, вот, в интернет выходим при помощи Wi-Fi, гаджета, через гаджеты, через телефоны, там, кланшеты. Точно так же, как бы, люди связаны друг с другом телепатически. И, вот, на людей можно воздействовать бесконтактным способом. Вот, при помощи меня воздействовали на человека, как бы, ну, для того, чтобы удовлетворять, ну, тот оператор, вот, человек, который на меня воздействовал, он, как-то, получал больше, как бы, доступ к управлению вот этим человеком. Для того, чтобы, там, удовлетворить какие-то свои сексуальные, там, потребности. Так, ну, и, соответственно, как бы, я это все, будучи праведником, ощущал, как, там, что этот человек, там, как, там, маструбирует, как у него там наступает оргазм и все прочее. То есть, как бы, я это все ощущал, и я понимал, что это явно, то есть, не может быть каким-то, там, не знаю, тем, что мне привиделось. То есть, это явно, как-то, я, ну, ощущал, что что-то, как бы, в моем сознании происходит. Я стал копать и со временем нашел в интернете информацию о том, что тысячи людей пишут, там, так или иначе, похожие симптомы. Конечно, на них кто-то воздействует. Ну, как бы, сначала я с сомнением к этому подошел, будучи скептиком. Но потом, изучив, осознав, как бы, это все, я понял, что это действительно так. И то, что я вижу на данный момент, то, что... Как вот замечательный фильм «Матрица», снятый в 2003 году, описывает, значит, некий мир, в котором люди находятся в капсулах. То, что они, как бы, думают, что они живут, это все транслируется им в мозг. Вот я не говорю, что мы все живем в капсулах, мы живем в реальном мире, но какие-то определенные ощущения нам навязывают при помощи как раз вот таких компьютерных программ. У них существуют специально записанные модули компьютерные, которые, там, гнев, ненависть, страх, сексуальное вожделение, там, я не знаю, воздействие на органы, там, на желудок, на кишечник. То есть могут заставить тебя, там, либо тошнить, либо, там, понос какой-то навести, либо, там, испорожнение, ну, как бы, все, что угодно делать для того, чтобы, там, добиться каких-то нужных состояний, зафиксировать их, как бы, снять компьютерный слепок и дальше использовать для того, чтобы управлять поведением человека. То есть, сделав один раз, это все фиксируется, и потом, как бы, в автоматическом режиме, то есть оператор там несколько раз, ну, потом может это корректировать, ну, как программа, как бы, с человека снимает индивидуальный слепок такой, как на человека воздействует, какие у него, там, болевые зоны, метод пунта и пряника. То есть ищут, что человек, как бы, ну, какой-то позитивный стимул и негативный, и, как бы, усиливает и то, и другое, и через это управляет поведением человека, добиваясь тех или иных решений. Ну, я, как бы, простой человек, там, не обладая миллионами, не обладая, там, ни машинами, ни квартирами, у меня, как бы, нечего отжать. Ну, как бы, так вышло, что на меня воздействовали, как бы, при учении каких-то, там, сексуальных удовлетворений. Человек, который на меня воздействовал, ну, очень, как бы, глубоко, скажем так, проник в мое сознание настолько, что я, как бы, стал его чувствовать на расстоянии, скажем так. И теперь он же этому самому не рад, но, тем не менее, я постоянно получаю о нем информацию и, как бы, вот, уже смог вычислить, где он живет в Петрозаводске, то есть, как его зовут, значит, где он родился, чем он занимается и, как бы, какие у него, там, средства передвижения, подложные адреса, там, и все прочее. Это такая специальная организация, которая, как бы, под видом, там, диспетчерской какой-то службы, они базируются на базах МЧС. Как бы, я думаю, что это так. То есть, и они, у них есть смены с шести до шести часов. То есть, пересменка, как бы, происходит в шесть часов. Точнее, в шесть часов уже начинается, как бы, работа другого оператора. А приезжают они и раньше. То есть, они где-то, там, около пяти часов, у нас небольшой город, уезжают, где-то в пять-двадцать приезжают, там, в пятнадцать на место, в пять-двадцать они уже загружаются в программу. То есть, человек, всеоператор специальный, который, там, двенадцатичасовой сменой сидит, как, вот, там, сторож, не знаю, вахтер, да, сидит за мониторами, наблюдает за разными камерами. Вот, примерно, то же самое. Они, там, сидят, но, наблюдает не за камерами, а за людьми, которые у них, как бы, в программе введены. То есть, в основном, как бы, конечно, они ориентируются на людей, которые, там, принимают какие-то решения, там, на чиновников, или, там, ну, даже, как бы, там, на губернаторов, на каких-то, там, на людей, которые какие-то более-менее важные посты занимают, или какие-то важные решения принимают. Ну, как бы, для, так как им бывает скучно, они могут, там, заниматься другими какими-то делами, там, удовлетворять свои сексуальные потребности, там, отжимать квартиры, деньги воровать, там, значит, убивать людей, ну, там, каких-нибудь, там, бомжей, там, не знаю, еще кого-то для того, чтобы получить документы. И дальше эти документы используют для параллельных аккаунтов, как, вот, ВКонтакте регистрируется, там, аккаунт, там, Вася Пупкин, вот, также, они используют. Убили человека, значит, довели, там, вызвали какой-то, там, инсульт, инфаркт, еще что-то, он умер, ну, там, алкоголик, например, какой-то, подходящий по возрасту, по параметрам для данного оператора. Он видит, фиксирует, что человек умер, приезжает, труп закапывает в лесу, его больше, как бы, никуда не ищет, там, родственников нет, например, паспорт берет себе, там, как-то выправляет фотографию, и на эту, как бы, скажем так, учетную запись начинает регистрировать фирмы, там, какие-то карточные счета и проводить, там, ну, то есть, хранить деньги, грубо говоря, на этом аккаунте. То есть, если его найдут, лично, ты кто? Вот, моего оператора, который на меня воздействовал, зовут Андрей, как бы, он, 21 сентября 1962 или 1963 года рождения, в городе Череповец, в Алгорской области, родился, значит, ну, как бы, посидел в тюрьме. Андрей Владимирович Постников. Постников или Постов, какая-то такая, со словом Постов, фамилия, я думаю, что можно найти при желании. Вот, у него есть один из, два аккаунта, таких, как бы, два паспорта, один из них, я вычислил совершенно точно, это Белкуров Игорь Петрович, прописан на улице Чикавова, 54, квартира 113. 18-е, 1960-го года рождения. То есть, у него зарегистрирована машина, Toyota Land Cruiser, черного цвета, в основном, 610. Ну, как бы, там, какие-то карточные счета. И есть у него еще второй комплект документов, имя Максим, отчество, фамилия, пока, к сожалению, как бы, не могу сказать. У него, наверное, на Максима зарегистрирована фирма, дом в пригороде, и, как бы, я знаю, где вот он живет. Ну, то есть, они, как бы, занимаются, ищут, делают, что легко лежит, можно украсть, отжимают, ну, и, как-то там, используют эти деньги. Вот. И у этих людей есть специализация, то есть, как бы, суть в том, что это такая, можно сказать, что гипноз на расстоянии, как вот Мила Арбузова говорит. Если кто не видел ее видео, рекомендую посмотреть, потому что она напрямую общалась с участниками, как бы, вот этой структуры. И жила даже с мужчиной, который был участником этой структуры, который показывал и приборы, ну, то есть, как бы, все это невудомо на истории. Значит, есть специализация у этих людей, именно у психиоператоров. То есть, есть психиоператоры, это специальные люди, которые, как бы, так скажем, так, медиумы, которые имеют определенную чувствительность эмоциональную и при помощи вот оборудования вылезают в эмоциональную, там, ментальную сферу человека и наводят там свой порядок, который им нужен. Есть исполнители, которые, как бы, ходят там, ну, например, там, устраивают человеку ганг-сталкинг, так называемый. То есть, там, в нужном, как бы, человека доводят до какого-то там состояния, в нужное место, в нужное время. Приходят и говорят, там, какую-нибудь фразу, там, несколько фраз, которые, как бы, вот, вроде, посторонний какой-то человек, просто немоходом сказал, но он сказал именно ту фразу, которая вводит человека еще больше, какой-то эмоциональный браздрай. И он думает, а, вокруг все, как бы, все вокруг, каждый, каждый вокруг это шпион. На самом деле это не так. Специально разыгрывать такие ситуации в уличный театр для одного человека, для того, чтобы довести человека до какого-то там, белого коленя, скажем так. Ну, чтобы управлять, легче, как бы, управлять. Но, тем не менее, вот, есть, как бы, все операторы, есть, там, люди, которые в ней не введены вот в эту систему. Все операторы есть разного возраста, пола, образования и жизненного, как бы, стиля, скажем так. Мой псиоператор, который, как бы, долбит меня, он, там, грубо говоря, связан с преступным миром. Он сидел там в тюрьме, ну, хотя, как бы, так, на самых низких позициях там находился. Но, тем не менее, как бы, его, как-то, видимо, нашли те люди, которые там занимаются, государственная структура дела. И, для того, чтобы, ну, как бы, ввели его для того, чтобы он занимался мониторингом, как раз, как бы, там, преступного мира. Ну, а, как бы, в качестве хобби, вон, там, насилует молоденьких девушек. И, вот, по моим данным, он сейчас, по помощи вот этих психотронных технологий, соблазнил ни одну девушку несовершеннолетнюю, как бы, встречается с ней, занимается с ней, там, сексом, как бы, в своих извращенных состояниях. Вплоть до того, что я, на самом деле, переживаю, что эта девушка, чтобы не быть свидетелем, может быть, как бы, убита. И, я думаю, что до этого были же такие же у него ситуации. Человек неадекватный, человек, который наркоман, не контролирует себя. Вот, куда смотрят, как бы, те же самые государственные органы спецслужбы, сложно сказать. Ну, как бы, вот такой человек на госслужбе находится. Конечно, все это не так, что у него в трудовой книжке написано «психотронный оператор». Ну, они, как там, проходят, видимо, немножко, штатный суд, там, гражданский сотрудник МЧС, там, они все получают зарплату, там, какую-то, то есть, им там, ну, грубо говоря, находится на госслужбе. Они приходят, как, как там, какой-нибудь сторож, дали там, диспетчер, и сидит там с 12 до 12, 6 вечера до 6 утра. Или там, 6 утра до 6 вечера. Приходят они чуть пораньше, в 5.30 у них у всех синхронизация происходит. Это ровно, как бы, это по компьютеру, ну, компьютерное время, 6 в 5.30, значит, переключается на следующий оператор. До этого они подгружаются, значит, потом в 5.40 подгружается другая группа, уже которая контролирует, как бы, вот этих псиоператоров. Вот это такая многослойная структура. Вот в моей группе, значит, 5 псиоператоров мужчин, ну, и 5 псиоператоров женщин. То есть они, как бы, сменяются, вот там, у них посменная работа, 12, 12, 12. То есть, и, как бы, я знаю всех, которые, всех людей по именам, там, где они живут, которые в моей группе находятся. Сейчас, вот, на данный момент, 16.46, как раз находится у пульта тот самый Андрей, как бы, в эти часы, как раз 12 часов, гораздо, наиболее сложно мне существовать, потому что он, ну, как бы, пытается меня задолбить, стереть, ну, как бы, там, увести мое внимание, чтобы я забыл про него. Ну, как бы, все это происходит через мучительные различные, как бы, штуки отвлечения внимания. Ты начинаешь что-то делать, забываешь, то есть, не можешь вспомнить. Ну, как бы, пытается, как бы, подстереть. То, чтобы, как бы, прям, как с компьютерного жесткого диска стереть, ты что-то помнишь, но твое внимание все время пытается увести. Следующий заступит Борис. После Бориса будет Сергей, после Сергея будет Александр, после Александра Николай. Вот Николай, он как бы такой более-менее вменяемый человек, юридическое образование высшее, он занимается контролем губернатора, высших чиновников. Сергей занимается контролем полицейских чинов, ну, как бы, соответственно, Сергей, служив в полиции, то есть, как бы так. Почему это так? Потому что, ну, для того, чтобы проникнуть, скажем так, в самые тонкие сферы подсознания человека, нужно, чтобы вот это подсознание, ну, там, ваше подсознание, оно, как бы, приняло, как свое вот это воздействие. А, например, там, если человек, там, который не разбирается в полицейских каких-то там реалиях современной жизни, как он может, как бы, вторгнуться в чей-то мозг, не зная реалий, и управлять им. Поэтому, как бы, вот, подбирается специализация. Все операторы разделены по специализации. И вот этих специализаций очень много. То есть, все, грубо говоря, в России охвачены все жизни, все сферы жизни. И, ну, то, что говорит Мила Арбулла, то, что тенденция идет к тому, чтобы всех поставить на психотронный контроль. Что такое психотронный контроль? Это человек, который, как бы, не был под обработкой. К нему мозг вторгается вообще оператор. Вот, находит эти зоны, через которые можно контролировать. Делает индивидуальную, как бы, программу. Все эти программы хранятся на серверах. То есть, и нужно время через интернет. Сейчас мы все интернетизированы. Можно там все, что хочешь делать. Это все подгружается. И, ну, операторы прям присутствуют в жизни каждого человека далеко не всегда. То есть, в основном, это компьютерная программа. Они лишь поправляют вожжи иногда. Пришел оператор, поправил, там, здесь ослабилась вожжа. Он тебя натянул, чтобы, как бы, там, не расслаблялся ты, да, лишнего не чувствовал. И, как бы, нормально. То, что от этого люди умирают, получают там какие-то инвалидности, инсульты, инфаркты. На моей памяти лично то, что я уже отследил, уже, как бы, несколько смертей причиненных именно благодаря вот этому воздействию. То есть, люди, по сути, убийцы. Ну, они часть системы, которую выстраивает государство. Ведь МЧС довольно долго работало над этой сферой. Закрытая структура. Ну, конечно же, ФСБ не могло, не может этим не заниматься. То есть, но ФСБ там контролирует вопросы, там, государственной важности военных. Там, какие-то секретные, там, данные и все прочее. Там, как бы, такой сферой. То есть, их там, ну, несколько рядов есть специализаций. Все это, как бы, откуда я понимаю. То есть, я это нигде не прочитал, не выдумал. Я это осознал в процессе, как воздействия на меня. То есть, я вижу, на меня воздействует. Мне, как бы, там, это нехорошо, плохо. Ну, раз, я, там, слышу какую-то информацию со стороны. В этот момент воздействие снижается. Как бы, оно, как пугает какую-то определенную информацию. Я начинаю анализировать, что же это за информация, почему сбой происходит. Потому что в этот момент мне легче. Я понимаю, что, как бы, сбой связан с той или иной информацией. И, вот, как бы, мне приходит, как бы, такое, ну, понимание, что, да, я угадал. Ну, вот, собственно говоря, то есть, основная суть долбежки меня заключается в том, чтобы я забыл всю эту информацию. Никому ничего не рассказывал про эти базы МЧС. У нас, вот, в городе две базы МЧС, в Петрозаводске. Одна в районе улицы Милентьевой, там, завод, авангард. И вторая в районе птицефабрики. Там, как раз, более секретная база. Там находятся псиоператоры, которые контролируют псиоператоров. И какие-то там более секретные какие-то вещи. Ну, соответственно, при помощи этих технологий, там, контролируют, значит, результаты выборов. Контролируют нужные, принятие нужных решений. И, как бы, человек, на самом деле, может этого всего не осознавать. Просто, там, сегодня как-то тяжелый день какой-то. Что-то мне захотелось поговорить с тем человеком. Поговорил. Вот, что-то он меня так расстроил, что я ему резкое какое-то слово сказал. Вот, на эту тему. И вот так. И для человека это резкое слово стало какой-то там каплей в чаши принятия какого-то решения. Либо просто вас, ну, понуждая через вот этот метод, кнутая дрянька, принимать какие-то решения. Ходить там куда-то, куда им нужно. Или там, наоборот, не ходить. То есть, ну, грубо говоря, то есть, контролируют. И совсем не обязательно им, как бы, всегда быть, смотреть именно в одного человека. Потому что людей много. И они, как бы, они переключаются между разными людьми. А в то время, пока они не занимают, ну, как бы, не присутствуют именно онлайн в твоей жизни. Все делает за них компьютерная программа. Сейчас компьютеры развиты, поэтому это все, как бы, вполне реально. Соответственно, такие же базы есть в зарубежных, во всех странах. Но в зарубежных странах им сложнее действовать, потому что, как бы, если их понимают, будут шпионские, будут как шпионов судить. Но, как бы, никто не догадывается. И, поэтому, они, есть много специальных модулей, специально сделанных для того, чтобы отвести глаза, отвести внимание от того, где они действительно находятся, чем они действительно занимаются. Ну, вот, как бы, система многоуровневую защиту такую свою имеет. Это в автоматическом режиме. Прибывая к этому оператора, который тоже старается всячески, чтобы его, конечно же, не нашли. Потому что, если его найдут разгневанные жертвы, по крайней мере, родители, изнасилованные девочки, будут весьма недовольны. А еще, тем более, люди, которых, например, человек ограбил. Ну, вот, соответственно, как бы, такая технология. И чем дальше я живу, тем больше я вижу людей, которые не только находятся под воздействием, не понимают, а людей, которые явно говорят, да, на меня кто-то воздействует. И вот, полтаверя Виктории и всем людям, которые не боятся заявлять себя жертвами психотеррора, говорят об этом. Как ты, ну, хотя бы, получается, понимать, что с тобой происходит. Первое время, конечно, я был в большом смущении, мягко говоря. То есть, было в очень тяжелом эмоциональном состоянии. Сейчас, когда понимаешь, полегче. Ну, как бы, вот так вот. То есть, что я планирую делать, это, у меня есть, как бы, друзья, там, в областных структурах, в ФСБ. Я буду, как бы, бороться за собственную жизнь, нормализацию собственной жизни, как бы, при помощи своих друзей. Но я считаю, что мы не должны, как бы, все жертвы психотеррора этим ограничиться, потому что это, как бы, явное нарушение всех, возможно, каких-то норм законов, нравственных законов, юридических законов. То есть, конституционных прав на тайну частной жизни. То есть, под эгидой того, что этого ничего нет и не может быть, потому что мы так сказали, потому что это все неправда, у нас, из нас делают такую, как бы, матрицу психотронное государство. Конечно, власть имущим это удобно, когда все под контролем, все, как бы, привязаны на эту психотронную цепочку и нужны. Не нужно волнений, нет проблем, перекрутили настройку, нет никаких волнений. Нужно, чтобы, там, за такого-то губернатора проголосовали на выборах. Пожалуйста, обеспечили, что ему выборная кампания. Нужно, наоборот, чтобы протестовали против кого-то, пожалуйста, устроили волнений. То есть, все это, конечно, государству удобно, но то, что от этого страдают, умирают, болеют люди, никому, конечно же, дела нет. И хочу сказать, что многие говорят, что это, там, инопланетяне или, там, не знаю, какие-то, там, ЦРУ. Я хочу сказать, что это наше с вами родное государство, Россия, впереди планеты всей. И не только, как бы, своих жителей убивает геноцид населения происходит, но и рвется к мировому господству. Сейчас все очень кричат про то, что, там, Америка, Америка, там, плохая-плохая, Европа. Я хочу сказать, что Россия, вот, в психотронном плане, ничуть не хуже, а в сто раз, как бы, лучше всех вот этих каких-то негативных явлений. И мы должны бороться за свои права, должны протестовать. То есть, к сожалению, многие жертвы психотеррора, не понимая, что с ними происходит, как бы, жаловались, жаловались, доходили до того, что их признавали психически невменяемыми. Когда человек у нас в России признает психически невменяем, он, как бы, он очень легко говорит, да, это псих, что с ним, как бы, дверь. Как бы там ни было, то есть, мы должны бороться. И, вот, я вижу, как бы, подвижки в этом плане. В октябре, в ноябре была конференция в Брюсселе, как бы, в европейского, общем, мирового уровня, на который приезжали ученые, доктора, кандидаты наук со всего мира, которые всерьез, на полной серьезе, с научной точки зрения, говорили о психотронном воздействии, рестационном терроре, которое они ощущают уже на протяжении, там, многих лет. Существует тысячи, может быть, даже десятки тысяч свидетельств, как видео, так и письменных, и, как бы, к сожалению, конечно, никто на них не реагирует. Если мы будем бороться, пытаться разжалбить ту систему, в которой это все и придумало, конечно же, не большие сомнения, что что-то получится. Мы должны говорить, мы должны так или иначе стучаться. Существует мнение, что все вокруг повязаны. На самом деле нет, это, как бы, секретная система, и они делают все, чтобы, ой, она не вылезла на глаза, потому что это преступление против личности, еще, может быть, даже похуже, чем преступление Гитлера. И поэтому они стараются, чтобы ничего этого не нашлось. И все, что они делают, есть определенная узкая группа людей, которые в курсе вот этих всех технологий, но их немного, и, как бы, они тоже особо не стараются распространяться. Большинство людей управляет именно, даже, там, прокуроров каких-то, там, полицейских, всех прочих, просто их ведут дистанционно при помощи компьютера. Они не осознают, что они, как бы, часть вот этой психоатронной какой-то системы. То есть они просто делают какие-то, ну, то, чему понуждает. Соответственно, ну, я понимаю всю, как бы, серьезную ситуацию, с одной стороны, с другой стороны, то, что мы боимся пролив той системы, ну, пытаемся разговаривать с той системой, которая это все продумала, но все-таки мы должны популяризировать эту идею, беседовать с журналистами. И я благодарен Викторию за то, что Виктория снимает такие ролики и выкладывает их в интернет. Чем больше о нас будут говорить, тем, как бы, все это больше будет на слуху. Хотел бы также сказать жертвам, которые, может быть, человек, как бы, не понимает, что с ними происходит. Вам пишется индивидуальная программа, и если вы, там, боитесь, там, я не знаю, что у вас, там, агравит, там, думаете, что во всем виноваты жиды, значит, они будут говорить, что они жиды. Если вы боитесь, там, не знаю, инопланетян, будут говорить, что они инопланетяне. Если вы, там, боитесь, там, я не знаю, спецслужбы, будут говорить, что спецслужбы. Это спецслужбы в определенном смысле, но они не такие, как бы, ну, это не ходят, не статысячная армия. Это определенный, конечно, уровень организации, но они простые, скажем так, винтики в системе. И вас могут пугать, не ведитесь на это все. Живите, старайтесь жить своей жизнью и поменьше обращать внимание на то, что вам пытаются внушить. Да, приходится соседствовать в своей жизни с тем, что в твоей жизни присутствуют какие-то другие люди, которые пытаются тебя жечь, бить, насиловать, но просто нужно не придавать этому много значения. То есть понимать, что все-таки мы люди, мы имеем право выбора и стараться не раздражаться, не гневаться меньше негативных эмоций, больше позитива. Постараться больше находиться на свежем воздухе, потому что в моем случае могу сказать, что воздействовали на всех соседей. То есть для того, чтобы воздействовать на меня, возбуждает соседей какие-то негативные их эмоции. И дома, в квартире я чувствую себя намного хуже. Я стараюсь минимальное время проводить в квартире, больше стараюсь быть где-то в других местах. Потому что именно дома, дома это такое гнездо, где все настроено, все окружение настроено таким образом, чтобы максимально меня ввести в упадок сил, в забытье какое-то. Чем больше людей вокруг, чем больше изменений, животных, например, или природы, чего-то такого, тем лучше. Вообще, по моим ощущениям, лично для меня, то есть критичные именно люди. Чем, скажем так, меньше людей вокруг, тем я легче себя чувствую. Все мое окружение было так или иначе раскручено на негатив. Я называю это замоблено. То есть специальным образом настроено так, чтобы управлять, не дать мне реализовывать какие-то методы борьбы. Поэтому даже имейте в виду, что вы можете говорить своим близким, родным, что вот на меня воздействует, но и скорее всего вам будут говорить, да это ерунда, это ничего такого нет. Это делают специально. То есть, если уж они воздействуют на вас дистанционно, уж, конечно же, они воздействуют на ваших близких, для того, чтобы они делали все возможное, чтобы то, что вы говорили, представлялось ложным, неистинным, каким-то неправдой. Не думайте, ну, как бы, не ведитесь на это, чем минимизируйте общение и старайтесь уходить от таких разговоров, не наставить. Чем больше вы ведетесь на это, тем больше информации с вас снимают, вводят в программу, чем сложнее вам будет просто дальше жить. Ну, как бы, все говорят то, что, как бы, с кем я не разговариваю, там, многие не верят, конечно же, вот этому всему, они говорят, да ладно, то есть, там, борись, живи нормально, и все будет хорошо. Ну, как бы, в этом есть только смысл, чем, как бы, чище мы живем, тем сложнее, подавим всем извергам, да, у нас воздействует. Потому что мир делится на две части. Мир негативных эмоций, когда мы злимся, раздражаемся, мир позитивных эмоций, темный и светлый. И чем больше мы находимся в свете, чем на свет нет у этих операторов возможности воздействия. Есть возможность воздействия только на страсти. Я, как христианин, оперирую такими терминами, как страсть и добродетель. Чем больше мы, как бы, возрастаем в добродетели, чем сложнее этим операторам, которые явно не от Бога, а от дьявола воздействуют на нас. Поэтому меньше страстей старайтесь не вестись, если вас, там, понуждает каким-то, значит, переживанием, там, как эротического характера, так, и, там, например, гневливым, обидливым, чего-то такого. То есть постарайтесь, как бы, вот этого всего не делать. Потому что именно через это и воздействовать. Вот. Постарайтесь, как бы, здраво взглянуть правде в глаза. И я могу сказать, что мне помогает именно, как бы, попытки вычислить, где же эти операторы находятся. Чем больше их вычисляют, тем сложнее меня ввести в иллюзию. Я могу сказать, что вычислить их не так уж и сложно, потому что эта система, она, все-таки, подчиняется определенным законам. Как физическим, так, скажем так, законам высшего порядка. То есть, законы высшего порядка, они звучат, как сила действия равна силе противодействия. И если он загружает негативную программу, долбит, 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 то рано или поздно, то есть программа должна завершить цикл. И она, так или иначе, потом негатив закончится, начнется позитив. Они пытаются минимизировать вот эти моменты позитива, но они есть. И вот важно их ловить. Важно ловить те моменты, на которые операторы боятся, там, происходит сбои в программах. Это значит, что какое-то слабое место у операторов. То есть они не всесильны, с ними можно бороться, их можно вычислять. Ну и, соответственно, я думаю, что мы должны бороться, то есть объединяться друг с другом и писать письма, обращения открытые журналистам. Моя мысль была обратиться как в европейские органы, так и в патриарху, так и в вышестоящие инстанции. Пусть, может быть, будут приходить отказы, но это уже будет каким-то ответом, каким-то движением. Вот, значит, у нас в России есть центр психотроники, где сосредоточена научно-медицинская, скажем, часть и аппаратная. Это какой-то закрытый город, зато так называемый, закрытое территориальное образование. Военный городок, так называемый, где-то в округе Подмосковья, в округе Москвы, в районе 200-300 километров. То есть там Наукоград, скажем так, который занимается производством как раз всех компьютерных программ, ну и обучением психотронных операторов. Как бы, это совершенно точная информация. Ну вот, я думаю, что можно, в принципе, при желании этот Наукоград найти. Ну и, соответственно, как-то, то есть, говорить об этом, то есть, ну, если такой он существует, если есть все эти факторы, там, все эти люди, про которых я говорю, которые информацию я получаю, громко говоря, от своего воздействия, значит, все это реально не существует, ни чьи-то выданки, как это пытается представить. Вот, так же еще здесь, в этой технологии существуют антенны, такие какие-то, значит, модули, которые излучают эту специальную электромагнитную волну. Они, значит, бывают как мобильные, так и стационарные. Стационарные, они требуют питания большого, там, 380 вольт или больше, как бы, вот, ну, я рассказываю ту информацию, которая у меня есть. Поэтому чаще всего они находятся в каких-то промышленных зонах, где есть большие мощности напряжения. Рядом с ними расположены какие-то, там, трансформаторы, которые подают, там, электропитание. И они, вот, эту электроэнергию перерабатывают в электромагнитную волну, которая, там, накрывает радиусом, там, 100 километров, для того, чтобы, там, ну, например, город, там, какой-то закрыть, чтобы оно было достаточно эффективным воздействием. Пытаться укрыться от этого воздействия не получается, но, вот, насколько я понимаю, но есть не везде. То есть есть, у меня опыт такой, что определенные, там, металлические какие-то конструкции, они экранируют. То есть воздействие, там, снимает его интенсивность. То есть, например, как бы, вот, по субъективным ощущениям, у торговых центров есть такие поддомные решетки металлические. Вот, когда в особо на жесткие моменты я на них наступал, у меня, вот, как бы, облегчение наступало. Но это все временно. Также я знаю, что есть прибор гамма-7, N, который тоже, говорят, помогает. К сожалению, у меня его пока нет. Есть различные даже ткани, материалы, которые экранируют электромагнитные волны. Я думаю, что они должны помогать. Шапочки из фольги, над которыми всеми смеются, на самом деле, как бы, это не выдумка. Специально над ними смеются, чтобы дискредитировать эту тему. Я не пробовал, честно говоря, толстую фольгу применять. Но я думаю, что это все в теории должно работать. Также совершенно точно есть какие-то приборы, какие-то технологии, которые позволяют, как бы, нивелировать, убрать это излучение. Это излучение, хотя оно находится, грубо говоря, почти, там, 90% от земного шара. Здесь люди покрыты вот этим влиянием, вот этой волной электромагнитной. Там, где его нет, вам должно быть легче. Сколько я понимаю, в метро как-то это все взаимосвязано с сигналами Wi-Fi, сотовой связи, как несущая волна, они используются. То есть, у меня есть понимание, что в метро в момент их проезда, где нет сотовой связи, там, возможно, сигнала нет. Но, как бы, это все равно не влияет, потому что у человека есть такой эффект памяти. То есть, даже если воздействия нет, психика уже настроена настолько, что она, как бы, находится в таком загнутом положении. Но есть, если есть, значит, яд, должно быть и противоядие. 100% из спецслужб есть какие-то приборы, и, значит, они как-то это все имеют, имеют крайнюю. Ну, к сожалению, мы доступа к таким приборам не имеем. Я считаю, что мы должны, значит, передать это все гласности и, значит, открыто осудить на всех уровнях такое, значит, отражение в жизни людей и смерто-убийство. Хорошо, спасибо, Миша. Спасибо. 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 Спасибо.